Это программа на звездной волне в студии на Панфилова. Здравствуйте! У нас на связи сегодня певица, поэтесса и писательница Алина Делес. Здравствуйте, Алина! Я рада приветствовать вас в нашем эфире. Здравствуйте! Очень приятно знакомству и в целом со знакомством сего края. Привет! Да, вот мы начнем с такого вопроса. Для многих время пандемии стало временем испытания, новых решений, поисков и так далее. А для вас временем для новых работ. Я говорю о песне «Печалька» и клипе на нее. За короткое время она набрала огромное количество просмотров. Расскажите о нем, о клипе, о песне. Вы решились на эксперимент. Как пандемия вас, наверное, подтолкнула к этому? Нет, это все, скорее всего, совпало, потому как я долго шла к поиску, наверное, того, что смогло бы пробудить в людях какое-то желание. Уже столько сделано, на самом деле, на протяжении всего человечества. Очень много гениального сотворено. И сложно в людях еще пробудить некие источники любознательности, чего-нибудь такого интересного, желания к жизни. Ну и что-нибудь такого веселого, душевного, несмотря ни на что, несмотря на какие-то навязывания, стереотипов, какой должен быть сегодняшний мир. Я воспитана все-таки на классике отношений человеческих, дружбе, любви, вере, доверии и так далее. И все-таки я верю в эту доброту, я верю в эту душевность. И сохраняя, нужно же миксовать, сохраняя сегодняшнюю нашу действительность, которая диктует настолько яркость, выразительность и так далее. Но и в рамках этого человеческого качества хотелось бы подать некий такой вот букет, но сопровождающий именно человеческими качествами. И я очень долго искала и ищу, и буду находиться в поисках, потому как я всегда думаю о людях, чтобы им понравилось, чтобы их привело к радости, к счастью. Алин, и тем не менее, хотелось бы поговорить о новом образе, да, это такой эксперимент, яркий образ, совершенно другой. Накипело, так накипело, тебе от меня нужно лишь тело, и дальше бежишь от меня без наглядки, игноришь звонки, играешься в прятки. На самом деле, никакого эксперимента нет, просто я всегда пела классические такие песни, и о социальной, ну то есть социальной песне о родине, о семье, о детях, и как тут, ну то есть такого яркого не будет эпатажного вида. Но поскольку мне говорили, не проходит, то есть по интересам зрителя, допустим, этот образ, я решила тоже показать, потому что мне тоже есть что-то показать. И принимаешь такое решение, я говорю, ну хорошо, ну хотите вы ярко выраженные эмоции, и увидеть в конце-то концов мою фигуру, я вам ее преподнесу. Но я сделала это деликатно, завалированно и очень эстетически, на мой взгляд, потому как и даже женщины оценили. А в принципе, как вы провели самоизоляцию? Очень многие говорят о том, что пообщались наконец-то с семьей, с родными, кто-то переосмыслил все, да, свою жизнь и определенный период, будущее в том числе. У вас тоже вот новый клип необычный, и в принципе еще очень много работ, о которых мы поговорим сегодня. Да. Что касается моих близких и родных, я никогда не переосмысливала, потому как это были моими ценностями, и я всегда отталкивалась именно от моих близких и родных. Я всегда была рядом с ними, у меня не было такого, чтобы я ставила что-то на жертвенность, да, вот, то есть, чтобы я ограничивала мой доступ, общение с близкими и родными. Нет, для меня неизменным остается семья. Но если есть время для реализации моего таланта, моих желаний, мыслей и так далее, я, конечно же, принимаю в этом непосредственное участие. И как только, допустим, у меня дочь, она была маленькая. Пока она была маленькая, я ей посвящала очень много времени и внимания. Когда она стала уже вырастать, естественно, у меня появилось время. Потому как с личной жизнью, ну, что касается мужа, у меня его нет. И, естественно, здесь немного больше места у меня в этом плане. Ну, и в целом у меня выбор поставлен в жизни на сцену, служить людям в творчестве, и дочь, и Бог, вера. Да, как бы вот так. И я никого не обделяла в этом плане. В принципе, и до этого, да? А в принципе, как думаете, пандемия в дальнейшем же не может не отразиться на индустрии, да? В целом, если говорить. И по вашему мнению, как она отразится в ближайшем будущем, наверное, да? И как будет развиваться индустрия? Я хочу сказать, что ничего нет удивительного. Наоборот, все по-нарастающему. Это как в фильме. Есть начало, кульминационный и какой-то завершающий логический процесс, да? Как в нотной, допустим, до реми фасоли си до, до селя сульфамира до, да? Вот эти вот нотные взлеты, полеты и на убывание. У нас тоже же в какое-то время не было такого ажиотажа на концерты, на эту звездность, на эту вот, то есть вот эту пыль, скажем так, не было. В итоге все это нарастилось, потому как стали смотреть за Западом, да? Вот это вот веяние, звездности, как себя ведут звездные люди, какого масштаба себе могут позволить желание там обеспечить и так далее. Ну, то есть соотношение. Этого раньше не было. То есть человек творческий, он занимался творчеством, он нес в массы культуру, он нес образование какое-то. Это, опять-таки, он был определенным образцом поведения, жизни и так далее. Совмещал житейские моменты, да, и творческие. То есть он был рупором все равно на передовой. Сейчас же все смешалось. Непонятно, это индустрия, молодежь, рэп и так далее и тому подобное. То есть должен быть какой-то порядок. И я считаю, что ничего такого существенного не произошло, потому что рано или поздно какое-то объяснение всему вот этому, скажем, должно было послушать. Я даже не знаю, как назвать то, в чем мы пережили. Человеческое за 30 лет, как распался Советский Союз, полностью поменялось. Особенно у нас, да, вот наш. Мы ощутили это очень сильно. Сознание поменялось, отношение поменялось. Неужели так деньги стали действовать? Я не знаю, что искушение, наверное, испытание, через которое мы прошли. То есть в моем понимании человек должен оставаться в любом случае человеком. И когда появляется возможность, наоборот, развивать себя. Вот. И для меня все становится нормальным. Кто тот, кто был личностью, он останется личностью. Кто просто так, фантик, да, который появился, он исчезнет. То есть как бы, естественно, отбор. Ну и согласитесь, наверное, было время остановиться и подумать. Ведь до этого момента набрали сумасшедший темп, да, и в творчестве, и в жизни, в принципе, да. И нужно было, наверное, остановиться для того, чтобы подумать. Ну, чтобы точно осознать, насколько, если говорить обо мне, насколько я даю себе отчетность о мире, в котором я вхожу, о последовательности. И, ну, я же беру на себя обязательства, что куда я приведу людей, что я им хочу показать, что сказать. Через себя я показываю мой рост или мое падение, мою веру или разочарование. Как я могу вырасти, как я могу прожить жизнь. Допустим, женщина, как восстановиться в жизни. Интересно наблюдать за 20-летними, ну, максимум 30-летними, да, молодостью. А как может расцвести женщина и быть самодостаточной? Каким примером она может быть? То есть это ответственность и силы, естественно, силы должны быть. И в этот период я, конечно, подумала, стоит ли, потому как это огромный ресурс, силы, и это жертвенность некая. Ты уже не принадлежишь себе. Но я подумала, что что тогда в этой жизни, если не такой выбор, то есть служить людям, создавать для них. И, можно сказать, я на себя вот нагрузила и пошла. Пошла искать творчество и работать с новыми людьми, рисковать. Потому как печалька, допустим, этой песни, никто и не предугадывал, насколько она будет воспринимаема людям, которые воспринимали меня до сих пор в другом обличье. Но вроде как всё гармонично складывается. Всё получилось. Итак, вернёмся к вашим новым работам. Сейчас готовится новая песня и новый клип. Как вы отметили, процесс запущен, когда анонсировали. Расскажите, в каком он стиле? Тоже экспериментируете и как? Новые песни. Решительно отталкиваемся сейчас от этого образа. Но для меня очень важны текста, слова. Музыка, бит, конечно, чтобы он… То есть какая-то огранка меня, чтобы она дополняла, не ломала. Я ведь не могу уйти в отрыв 20-летних, посмотреть на их успех и, скажем так, привинить к себе. Нет, должна быть грани, логика моей именно структуре. Что я хочу преподнести людям моего, допустим, уровня? Ну, плюс-минус 10-15 лет. Потому как я иногда вижу абсолютно молодых людей на моих концертах по 16 лет. Им это нравится, они вдохновляются. Они видят некий пример и благодарят меня. После концертов стоят и ждут, когда они смогут фотографироваться. Общаются, глаза горят, и я очень счастлива. И поэтому хотелось бы дать и этому поколению такую информацию, потому как через песню, через слова ты передаёшь некую информацию, повторюсь, чувства, мысль, поддержка. Потому как раньше, учитывая, какие артисты и какие песни пели, они же вдохновляли нас, они вели нас по жизни. Поэтому сейчас, учитывая печалька, что приобрела некий такой интерес, вроде как лёгкий текст, мотив, музыка, но там смысл скрывается. Вот я люблю не нагружать, допустим, но давать людям смысл, не бессмысленные песни. А я напоминаю, что это была программа на звёздной волне о смене имиджа, работе во время пандемии, новой книге и новых клипах. Мы говорили с певицей, поэтессой и писательницей Алиной Делис. В студии работала Инна Панфилова. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин